последний день дорогие друзья последний день нашего марафона и сегодня мы говорим о самой сути вообще всего этого марафона о вее и довее потому что все что мы обсуждали оно связано тем или иным образом с пониманием того насколько мы чувствуем и ощущаем творца в нашей жизни у каждого из нас свои отношения со всевышним так же как свои отношения с нашими близкими каждый по-разному ощущает его на разных этапах в разных моментах очень-очень правильно и важно задумываться о том насколько для человека меняет все в его жизни наличие всевышнего потому что если мы чувствуем что мы одни в этом мире нет никого сверху нас то вся ответственность все тяготы все переживания не только и только на мне и тогда я действительно буду задыхаться в какой-то момент от этих переживаний если же я понимаю что все что я могу делать в этом мире это мои усилия это мой штат лут я могу стараться я могу быть в максимум того что я могу но есть то что я не могу есть то что я не могу контролировать есть то что я не могу обеспечивать есть то что я не могу быть уверена в своем результате если не будет благословения свыше если я это понимаю и живу в соответствии с этим пониманием моя жизнь будет намного счастливее намного легче намного проще потому что я буду делать то что я а остальное передавать Всевышнему. Каждый из нас знает, какое прекрасное ощущение, когда я как будто бы перекладывала на его плечи свои проблемы, и он готов их нести. Написано в псалмах, дай мне понести твой груз, и я понесу его. Я понесу его. Проблема только отпустить. Проблема только в том, что мы очень часто не хотим никому отдавать свой груз, потому что мы вцепляемся в него и не готовы ни с кем его делить. Очень важно, чтобы мы научились делить этот груз, и Всевышний, он самый лучший помощник в этом отношении, потому что он может поменять все для того, чтобы мы добились успеха. Это мы учим, когда мы читаем историю жизни Авраама, Авраама Авина, нашего первого праотца, когда Всевышний его выводит из-за своего дома, показывает ему небеса, показывает ему звезды и говорит, пойми, да, в мире, конечно же, есть правила, есть мозолот, да, есть созвездия, есть какие-то определенные рамки, но ты можешь быть выше этих рамок, если ты будешь со мной. Если ты будешь на связи со мной, то никакие рамки, никакие лимиты, они тебя не будут ограничивать, сможешь жить над этим миром. И это потрясающие сообщения, потрясающий инсайт, который Всевышний поделился в раму, он делится им с нами тоже. Сейчас мы попробуем сделать последнюю медитацию в этом марафоне, опять же погрузиться внутрь себя, и то, что мы будем сегодня делать, мы будем общаться со Всевышним, потому что общение с ним это и есть отношение, без общения нет отношений. Мы уже привычным образом закрываем глаза, пытаемся ощутить, что мы пришли, мы приехали, да, нам больше некуда идти, некуда торопиться, успокаиваемся внутренне, ощущаем волну и ослабление, дышим спокойно, так как нам удобно дышать, отключаемся от всего внешнего, переходим вовнутрь себя, и в этом состоянии нам очень важно вспомнить, ощутить в каждой клеточке своего тела, что прямо рядом с нами в этой комнате находится двоец вселенной, двоец милый галактик, ему важна я, такая маленькая, такая маленькая частичка этой вселенной, но ему важна она настолько, что он присутствует прямо сейчас рядом со мной, он переживает за меня, болеет за меня, любит меня, такой, какая я есть. И в этом состоянии ощущение его поддержки, его заботы, его любви рядом с собой, давайте просто попробуем поговорить. Еврейская молитва, формальная и неформальная, всегда состояла из трех очень важных частей. Это похвала, это просьба и благодарность. Мы начинаем всегда с шевах, с хвалы, потому что очень важно понять, с кем мы общаемся, с кем мы разговариваем. Вспомните какой-то момент, когда вы были в шоке от величия Всевышнего, например, то, как Всевышний за несколько мгновений закрыл весь этот мир, когда начался вирус, который мы сейчас все с вами переживаем, насколько это было быстро, моментально, что все перестало работать, да, какой же он великий, какой же у него великая есть сила, что он может просто остановить все в мгновение, потому что ему сейчас это важно. Вспомните какой-то более позитивный момент из вашей жизни, когда ваше сердце замерло от восхищения, от воодушевления, от непонимания, как Всевышний это делает. Это хвала, шевах. После этого мы можем перейти к просьбам. Мы можем попросить Всевышнего о чем угодно, о маленьком, о большом, о здоровье для себя и своих близких, об успехе, о заработке, об удаче, о возможности заниматься тем, чем я хочу, о хорошем замужестве и хорошей семье, и здоровых детях. Во всем, что мне хочется, я могу попросить Всевышнего. И последнее, очень важно закончить нашу разговор благодарностью, потому что по сравнению со всем тем, что у меня есть, то, что я сейчас попросила, это совсем мало. Всевышний дал мне и дает мне каждый день намного больше. Поблагодарите за те подарки, которыми полна ваша жизнь настолько, что вы уже к ним привыкли, и за какие-то новые подарки, которые пришли в вашу жизнь совсем недавно. Скажите ему спасибо от всей души, потому что это в первую очередь укрепляет ваши отношения и помогает Всевышнему давать вам больше и больше, потому что вы цените его подарки. Сейчас буквально пару минут попробуйте сказать свою молитву по этому принципу хвала, просьба, благодарность. Потому что это то, что в мгновении ока соединит вас с небесами, потому что мы не всегда сознаем, что у нас есть прямая связь с Творцом, и она не зависит ни от наших заслуг, ни от наших поступков, она абсолютно постоянна, и мы можем в любой момент просто открыть рот и начать диалог. Попробуйте сформулировать свою молитву к небесам. Попробуйте сформулировать свою молитву к небесам. Чем молитва более искренне, тем быстрее она доходит до небес. Это самая большая аксиома в молитве. И после того, как вы молитесь и просите искренне, вы можете обнаружить очень большое присутствие Всевышнего в своей жизни, которое вы можете ощущать уже не только в молитве, но и в каждой повседневной, в своей повседневной жизни. С этим ощущением связи, близости, доверия, легкости какой-то от разговора со Всевышним. Давайте в удобный момент, в комфортный момент откроем глаза. Спасибо за то, что были со мной, то, что мы прошли этот путь вместе. Это был потрясающий путь, такой короткий, но такой важный, такой осмысленный путь проработки своих самых основных, самых значимых качеств. Я очень надеюсь, что на какой-то миллиметр, на какой-то маленький шажок мы все стали лучше за эти 7 дней. И я надеюсь видеть вас еще на марафонах, уроках, встречах, занятиях, цель которых очень простая. Это стать действительно максимально хорошей, максимально положительной версией самой себя. Всего хорошего!